Будет ли причал в Качикатсах принимать руду редкоземельных металлов Стамторского месторождения? В пятницу в селе Качикатсах Ангаласского района с населением встретились представители компании «Восток Инжиниринг», экологи, общественники и республиканские власти. Поводом стала обеспокоенность населения, распространенными в социальных сетях слухами о намерении компании транспортировать руду до Качикатсов, затем ЖД-транспортом за пределы республики. Люди беспокоятся за экологическую безопасность. О чем идет речь, насколько обоснованы эти опасения и что думают по этому поводу недропользователи, эксперты и сами жители Качикатсов, выслушала наш корреспондент Туяра Филиппова. Эта встреча должна была состояться еще две недели назад, но тогда она прошла без участия представителей компании-недропользователя. Но и в этот раз главный вопрос, который звучал, почему через Качикатсы, насколько руда безопасна, как и в чем она будет перевозиться. Железная дорога, это еще не за вашей окончательной. И как вы думаете перевезти это? По не готовой дороге, такой тяжелой, дорогой, минераловый металл. Как ответили представители компании, Качикатсы – это один из нескольких вариантов, рассматриваемых в качестве маршрута транспортировки руды с Тамтора. Обеспокоенность жителей разделяют и некоторые депутаты. Заверения представителей Востока инжиниринга в низкой радиоактивности перевозимой руды убедили не всех. Мне кажется, они полностью не раскрыли, почему они выбрали дорогу через Качикатсы. Мы пытались говорить, что другие варианты транспортировки, они сказали только, что это в экономическом плане выгодно. Но с другой стороны, почему конкретно, как они обоснования полностью не дали? Конечно, мы не против развития, но против, чтобы эта перевозка шла по нашей территории. Ситуацию попытались смягчить экологи, утверждающие, что контроль надзорных органов ведется уже сейчас и будет на всем протяжении реализации проекта. Та же ситуация по Тасу-Ряхнефтегаздобычу, которая была в прошлом году, мы помним все флешмоб, когда жители села колоссально сплотились вокруг этого вопроса, и реку Улахан-Батоби удалось отстоять, в том числе в результате деятельности министерства, потому что в течение года мы проводили гидрохимические и гидрологические исследования, и в итоге Тасу-Ряхнефтегаздобыча пришлось изменить решение. На реке Улахан-Батоби водозабор сейчас строиться не будет. То есть, все-таки, когда позиция населения вот такая активная, плюс, я считаю, все-таки помощь наших специализированных органов охраны природы, вопросы решаются. Уважаемый в Хангаласском районе Алиш Мамедов призвал земляков не быть категоричными и дождаться разработки проекта, и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Нужен вот шейный город, республику много нужно щебня. Сказали, мы продаем 700 тысяч тонн щебня, он у меня вообще не нужен. Мы должны семен делать. А здесь, и был бы причал Качказской, вот эта гора, вот эта щебня, а здесь щебня лучше, чем Максулок. Вы здесь могли бы иметь вообще дополнение дохода продажи в 200-300 тысяч щебня. В селе Качказце, как рассказал глава района, 57 безработных граждан. Молодые покидают родные края, предпочитая шумную столицу. Почему ни одного качказского жителя не работает в моей фирме? А что вы сами думали? Думали, нет? А нету никого. И перспективнее, как и школа 11 класс, и все в город идут. Я за то, чтобы порт в Качказцах был построен. Хочу, чтобы у поселка было будущее. Считаю неправильно, что люди против. Этот проект важен для развития не только качказцев, но и всей республики в целом. Просто люди боятся неизвестности. И то, что специалисты приехали ответить на вопрос и дать разъяснение, это хорошо. Сейчас же 21 век, и не надо бояться развития. Надо двигаться вперед. Мнение местных властей оказалось где-то посередине. Создадим межминусную рабочую группу, куда войдут и жители Качказского наследия. Для того, чтобы можно было выехать прямо на месторожение, там, например, на месте удостовериться, насколько опасен радиационный фон. А так, например, говорить действительно, я понимаю, что некоторые из вас приехали, чтобы просто свою значительность показать. Раз. Поднять свой имидж. Редкоземельные металлы используются в оборонной промышленности, ракето-самолетостроении, высокотехнологичной медицинской технике, о популярных айфонах почти во всех деталях. Дисплеи, электронной схеме, механизме вибрации и динамики присутствует тот или иной вид редкоземельных металлов. Пока абсолютным монополистом на мировом рынке по производству этого востребованного ресурса является Китай. На его долю приходится 95%. Для сравнения, в России лишь 2% от мировой добычи. С разработкой тамторского месторождения эта пропорция может сильно измениться. Общественники отмечают правильно, что население еще до начала проекта интересуется планами компании и открыто высказывает свои опасения. Но обеспокоенность населения это нормальный абсолютно процесс и сейчас такое время, когда общественные организации, гражданские активисты, они понимают свои права и в общем-то активно ими пользуются, в том числе с нашей поддержкой. Как заверили представители Восток инжиниринга, это только начало совместной работы и подобные встречи с населением станут регулярными. Больше мы будем общаться с населением, больше будем выходить через связь массовой информации, посещать, приезжать, погружаться в быт, проблемы качекасов и так далее. В любом случае, когда проект будет разрабатываться, общественное мнение жителей Хангаласского луса также будет учитываться, как это было с жителями Оленекского луса, которых на таких же встречах убеждали в нужности и безопасности разработки тамторского месторождения. Общественники сел Оленек и Джеринда несколько раз выезжали на месторождение и измеряли радиационный фон. Вблизи вот этого керна он показывал 180 микрорентген, а вот как только мы отходили на 2, более 2 метров, фиксировался обычный фон. Измерили фон возле контейнеров, то есть автомашин, да, и внутри кабины водителя. Там тоже фон был около 70 микрорентген, все эти значения фона у нас уже зафиксированы в протоколе. Ну, в общем, я думаю, что это безопасный фон, это природная радиация, так что она не очень-то вредна для человека. По планам компании, нейропользователи сейчас завершены геологоразведочные работы и начнется разработка технической документации, оценка влияния на окружающую среду. В 2018-2019 годах планируется проектирование и строительство объектов инфраструктуры. Тогда же пройдет общественное обсуждение проекта. Добывать руду на Тамторе планируют с 2020 года. Туяра Филиппова, Владимир Таюжский, Качикасский, Хангаласский Улуз, Якутия день за днем.